Рассказ Георгия Скребицкого Синичка На дворе стояли трескучие морозы. Каждое утро после чая я надевал шубу, валенки и выбегал ненадолго погулять. Прежде всего я бежал в сад к яблоне, где мы с папой устроили птичью столовую. И еще месяц назад папа пристроил там дощечку, а я сыпал на нее разные крошки и зернышки. Положив свежего корма для птиц, отправлялся кататься с горы на санках. Но мороз обычно бывал так крепок, что лицо и руки начинали мерзнуть и приходилось возвращаться домой. Играя дома, я часто подбегал к окну и смотрел, что же делается во дворе. Деревья сада стояли седые отыния, а солнце светило тускло, будь то сквозь туман. Ах, как холодно было на воле! Птицы почти не показывались. Они забились куда-то под застрехи от пронизывающего ледяного ветра. Один раз утром, выбежав из дому, чтобы отнести птичкам корм, я вдруг увидел, что у забора темнеет какой-то комочек перьев. Подошел, и прямо на снегу лежала синечка. Она не двигалась, глаза у нее были закрыты. Я взял птичку в пригоршне и старался согреть ее своим дыханием. Неужели она совсем замерзла, думал я. Но тут вдруг птичка открыла черные, как в бусинке, глаза, и сейчас же вновь их закрыла. Жива, ну жива! Обрадовался я и побежал с синечкой в руках домой. Мы с мамой положили синечку в клетку, а клетку поставили поближе к печке. Мам, мам, а как ты думаешь, она живет? Спрашивал я. Думаю, так греется, ответила мама. И вдруг птичка будто проснулась. Она открыла глазки, встрепенулась, вскочила на ножки, громко-громко зачирикала, потом начала тряхиваться, прихорашиваться, поправлять перышки. Я осторожно поставил ей в клетку чашечку с коноплей и блюдце воды. Но синица не испугалась моей руки. Она только отскочила в другой конец клетки, а когда я убрал руку и запер дверцу, сейчас же вспорхнула на край чашечки и стала клевать коноплю. Мам, мам, смотри, да она же совсем ручная! Радовался я. Да нет, Юра, она не ручная, она очень голодная, ведь сейчас птицам трудно добывать себе корм. А почему же они все к нам в столовую не летают? Я же им каждое утро угощений сыплю! Потому что не все птицы про твою столовую знают. Вот и эта, наверное, откуда-нибудь издалека сюда прилетела, ответила мама. Синичка наелась в волю, попила из блюдечка воды и стала скакать с жердочки на жердочку. Я поставил клетку на окно в спальне и занялся своими делами. К обеду пришел папа, он посмотрел на Синичку и сказал, поживет денька два в клетке, а там можно ее и выпустить, пускай себе по комнатам летает. А если она вылетит в дверь или в форточку летит? Забеспокоился я, ведь она опять же может замерзнуть. Да нет, теперь она уже от голода и холода не погибнет. Синички птицы догадливые, раз уж ее тут подкормили, согрели, а она всю зиму будет около нашего дома держаться и твою столовую мигом найдет. Может, тогда ее лучше самим выпустить, предложила мама. Но мне было так жалко, так скоро расставаться с этой веселой птичкой, и я попросил маму и папу, чтобы они разрешили подержать Синичку в доме. Пусть она у нас хоть в клетке поживет, отогреется, откормится, а там к весне мы ее и выпустим. Синичка прожила у нас всю зиму. Она очень скоро совсем оправилась. Целые дни прыгала с жердочки на жердочку, не билась уже в клетке, когда я ставил ей чашку с водой или сыпал в кормушку коноплю. Один раз птичка, даже не дожидаясь, пока я поставлю еду, чирикнув, прыгнула мне прямо на руку, скакнула по руке раз-другой, потом приостановилась, склонила голову и вдруг клюнула меня в родинку на пальце. Клюнула, да даже еще потянула ее к себе. Но убедившись, что это вовсе несъедобное, Синичка забавно потрясла головой, а потом почистила мою же руку свой клюв. Я был в восторге! Я все держал в клетке руку. Синичка с ней, видимо, совсем освоилась. Она то прыгала по руке, то взлетала на жердочку. Наконец я устал держать руку в одном и том же положении. Вытащив ее из клетки, побежал позвать маму, чтобы она поглядела, как я здорово приручил птичку. Маму я нашел на кухне. Мы вместе вернулись в столовую и увидели, как из спальни вышла бабушка. Подожди, Юра, не входи! Я там форточку открыла, чтобы немного комнату проветрить. Мама вошла в комнату, закрыла форточку и тут же вышла обратно. Юра, ты не огорчайся! Ты забыл запереть клетку. Синички там нет. Она улетела в форточку. Сказала мама. Я вбежал в спальню, оглядел всю комнату. Синички нигде не было. Да и очень хорошо, что она улетела. Сказала мама, желая меня успокоить. Твоей синичке сейчас гораздо лучше на воле, чем в клетке. Нечего зря ее мучить. А пусть бы она пожила у нас хоть немножко. Уныло возражал я. Может, и совсем бы ко мне привыкла и улетать не захотела. Но этого не бывает, ответила мама. Я уверена, что она поселится где-нибудь близко от нашего дома. Тут и гнездо совьет. Мы ее, конечно, еще увидим. Я поверил маме, что синичка поселится около дома и вполне утешился. Когда пришел домой папа, он тоже сказал. Да отлично, что синичку выпустили. Уж скоро весна. Ей нужно гнездо строить, а не в клетке сидеть. Разговаривая, мы все стояли в столовой. Мама накрывала стол к обеду, а я ей помогал. Вдруг мне показалось, что мама совсем тихо постучала пальцем на тарелку. Ты что? Спросил я ее. А мама не поняла? Ты зачем постучала тарелку? Да я и не думала стучать. А кто же это? И не успела я договорить, как вновь послышался тихий стук. Ну вот, слышите, слышите. А стук опять повторился. Да это в спальне, кажется. Кто-то в окошко стучит, сказала мама. Она заглянула туда и сразу, подняв палец вверх, зашептала. Тссс, тише, тише. Папа и я на цыпочках подошли к двери и тоже заглянули в нее. Снаружи на окне на запертой форточке сидела синичка. Она то заглядывала в комнату, то тюкала носиком в стекло. Очевидно, пыталась взлететь в комнату и не могла. Мама осторожно подошла к окну, но только протянула руку к форточке, как синичка вспорхнула и исчезла за окном. Ну вот, улетела, теперь уж не прилетит. Совсем огорчился я. Это неизвестно. Может, еще раз прилетит. Оставьте форточку открытой, идемте обедать, а то я очень уже голоден. Возразил папа. За обедом я почти ничего не ел и все прислушивался. Не чирикает ли синичка в соседней комнате. Я даже несколько раз порывался скачать из-за стола и заглянуть в спальню. Но мама строго сказала. Пока не съешь супы второе, я тебя из-за стола не выпущу. Пришлось съесть все. Наконец, этот бесконечный обед кончился. Я подбежал к двери и заглянул в спальню. Клетка на окне стояла пустая, и нигде в комнате синички не было видно. Я сел в столу и к окну, не стал от нечего делать перелистывать какую-то книжку с картинками. А сам все думал о синичке. Вот если бы форточку сразу не заперли, синичка вернулась бы к нам. А теперь она улетела куда-то далеко и больше уже не вернется. Наконец и мама сказала, что видно, синица не хочет возвращаться. И пора запереть форточку, а то ей так уже всю комнату выстудили. Мама пошла в спальню, заперла форточку и открыла дверь, чтобы воздух в комнатах сравнялся. Немного погодя, я тоже вошел в спальню убрать пустую клетку. Мельком я взглянул в окно. На дворе было пасмурно, шел не то дождь, не то снег. Сугробы под окном осели и сделали совсем черные. Намокшие голые деревья в саду тоже темнели как-то неприветливо. Громко и отчетливо раздалось где-то совсем рядом. Я вздрогнул и оглянулся. Послышалось множество, я подняла голову, а на краю шкафа сидела синичка. И сверху вниз поглядывала на меня. Мам, она здесь! Обрадовался я. Все, мама, папа, бабушка, все вбежали в комнату и сразу увидели синичку. Это как же я ее не заметила, когда форточку закрывала, сказала мама. Да и я-то ее тоже не сразу заметила. Радовался я. Она меня первой увидела и поздоровалась со мной. Ну, теперь оставьте ее в покое. Она, когда захочет, сама в клетку и залетит. И действительно, полетав немного по комнате, синичка залетела к себе в клетку и начала с аппетитом клевать коноплю. А потом вылетела вновь и уселась на уголок печки. Был уже вечер. Синичка распушилась, как шарик, спрятала головку под крыло, да так и уснула, сидя на печке. С тех пор она стала жить на полной свободе.